Добрый день! Сегодня 8 июля 24 года. Мы приехали в Юрмалу. Сейчас мы находимся в деревне Рогасиемс рядом с Юрмалой. Мы здесь были в том году. Здесь много черники, малины, Балтийское море. Я хочу просто показать, как мы здесь с удовольствием отдыхаем. Мы сняли вот этот двухкомнатный номер со всеми удобствами, с кухней. Рядом находится магазин, где продают всякую копченую рыбу. Лисички есть, картошка есть, черники в лесу полно, малины полно. Но что еще человеку надо? На самом деле главное знать, где малинник. И здесь малины очень много. И вот здесь собираем, кушаем. Вот шли-шли, вот смотрим, такая веточка. Сначала полюбовались, сфотографировали, сейчас будем кушать. И лепота. Прогулки по лесу. Это дело очень и очень полезное. 9 июля, раннее чудесное утро. Вот наша деревенька, где мы остановились. Все есть. Черника есть, малина есть. Нету лисичек. Поэтому мой путь на базар в 10 километрах от деревни. Из-за лисичек. Потому что лисички это главное, что меня привлекает здесь. Надо дать должное, в деревне очень мало огородов. В основном травка в европейском стиле. Я только не понял, вот здесь или архитектор был выпивший, или строители, или здесь было землефресенье. Автобус пришел точно по расписанию и привез меня в Каугре. Здесь все знакомо. Мой путь на рынок. Это в основном пятиэтажные и девятиэтажные дома советской эпохи. Там дальше еще метров пятьсот. Дома, а потом лес. Но все эти дома стоят, как мы видим, в Сосновом Бару. Эти дома как построили при советской власти. Без балконов. Так они и стоят. Без малейшей реновации. Даже без того, чтобы их покрасили. Уже, наверное, лет сорок их не красили и не трогали. Покупся покупками, что даже не сфотографировал базар. Здесь ягод и грибов очень много. Рынок богатый, красивый. Набрал лисичек. Набрал овощей. Пойду дальше. Много всего. Все хочется купить. Столько я не съем. Все очень красивенько. Все, набрал все, что надо. Иду домой. Пошли на Балтийское море. И пойдем вдоль моря купаться. Мы пойдем направо или налево? Направо. Мы в том году были. Не было столько народу. Вообще народу не было почти. Море теплое. Несмотря на то, что оно Балтийское. Лепота. Пошел немножко поглубже. А здесь водичка. Дно твердое. Одно удовольствие вести. Утро 10 июля. Часик с хвостиком походили по морю. Вот та усадьба, в которой мы живем. Сейчас я имею наглость взять вот это 5-литровое ведро и пойти за черникой. Я, конечно, 5-литровое ведро не наберу. Даже половину. Ну, я надеюсь, литра полтора-два набрать. Итак, в лес. Вот я начал собирать. Вот. Можете оценить. Вокруг сплошной черничник. И вокруг сплошная черника. Вот. Вот так посмотрим. Сплошные ягоды. Вот. Будем собирать. Будем собирать. Ну, вот немножко уже наполнил. Лепота. Главное, что вся. Все, что вокруг. Это все сплошной черничник. Отдохнул и пора начать снова собирать. Я опять собрал немножко. И опять взглянул, был кошка. Удивился и сказал. Это все, что я собрал. Значит, надо мне опять на карачках. Собирать. Вот немало я собрал. Основательно устал. Но учитывая, что это столько черники, я просто не могу ее оставить. Но я устал. Это 5-литровое ведро. Литра 3 я собрал. Ну, хватит за пару часов. Все, я пошел. Ну, вот это где-то здесь полуведра больше. 11 июля. Такой пейзажик. Солнца нету. Сегодня будет дождь. Мы просто гуляем по лесу. Вот рядом малинка. Сейчас подойдем. Вот такой типичный русский пейзаж. Вот такие веточки малины. И вот это. Сейчас поднимем ее. Вот. Будем кушать. Малина лесная. Она, конечно, помельче, чем садовая. Но зато она гораздо более пахучая. Вот нам осталось собрать уже всего ничего. Пахучая и ароматная. Даже, я бы сказал, ароматная. Вот эту ветку даже поднимать страшно. Потому что могут осыпаться. Здесь очень симпатичные крупные ягоды. Ну, что ж. Ну, давай быстрее яшками. Вот, говорят, быстрее. Будем собирать. А там дальше снова много. Вот. А у нас уже почти полная лукошка. Тут и крупные, тут и мелкие. Ой, там дальше много. Надо с ведром большим приходить. Ну, прямо. А вот здесь очень крупная ягода. У меня подозрение, что это садовая. А как она сюда попала? А вокруг сплошные ягоды. А у нас уже кузовок полный. Вот. А у нас еще черники с релизера. Проблема. А на пятый день пошел симпатичный дождик. И так сразу воздух хороший. Лепота. Так что сегодня на море после обеда не пойдем. Народ удивает от дождя. Здесь дождь, он уже стихает. А некоторым нравится наблюдать за дождем. Вроде, вроде и дождь кончился. Однако дождик оказался затяжным. Ничего страшного. Кутру он пройдет по прогнозу, а лисичек будет много. Дождя. Ночью был дождь. И море абсолютно спокойное. Зеркальная гладь. Мы такого еще здесь не видели. И только уточки нарушает ее поверхность. Нарушает гладь. А где лебеди? Лебеди дальше. Такая абсолютная тишина. И только шарканье наших ног. Деревня, конечно, красивая. И много здесь домов. Я еще покажу. Но вот этот. Мне очень нравятся цветочки. Молодцы, ребята. 13 июля. Мы пришли пешком. Это 5 километров. Вот МСМСК. Вот его центр, наверное. И дальше еще немножко пройдем. Там праздник. Летний праздник. 13 июля. Пришли праздники Нептуна. Нептун, ладно, но какие русалки. Пойдем дальше. Это кораблика. А там все основное торжество идет вон там. И мы сейчас идем в ту степь. Неплохие картины. Это именно картины того побережья Балтийского моря, по которому мы гуляем. Очень неплохие. Здесь рынок и очень много. Сейчас будем ходить и смотреть, что они продают. И вот тут очень большой рынок. А какая продавщица вон стоит. Симпатичная. Вот такие пряники всякие. И очень красивые. Вы детей. Да. В бутылке, конечно, это янтарь. Тут, несомненно. Много детской радости. Сейчас заряжаются вот эти. Пойдут. А там кто-то на лошади. Тут есть неплохие горочки. А тут целое пищалово. Я таких не видел. Вот это есть. Я вижу, я вижу. Штука все выше и выше. Да, правда. Сейчас будет пища. У-у-у. Естественно, и для самых маленьких надувные сисаски. Тоже радость. В моем детстве карусели были. Но не такие красивые, как эти. Попытка удержаться на быку. А он ногами уже по земле. Ого. А народ с удовольствием наблюдают. Это не для детей. Нет, дети просто скатываются раньше. Девочка молодец. Держится. Уже минуту. А вот это такая интересная стрелка. Какая-то антисемитская деревня. или как приемте тоже какие-то соревнования попади не попала еще раз опять не попала сейчас дядька будет кидать не дядька а тетка опа колякова еще раз попа почти это явно какой-то корпоратив некоторые еще кидают некоторые уже обедают попа молодец почти ты мало кто держит огороды в основном вот такая сцена большой красивый дом и лужайки в лучшем случае есть несколько яблоневых деревьев и может быть крыжовника а так ухаживают только за лужайкой я снова уйду опять чернику собирать да все отпусти такая кустик с очень крупной ягодой но собственно таких кустиков здесь тысячи сегодня какой сегодня 15 или 14 расчет дням потерял 14 посмотрите какое море море и идеально идеально гладкая поверхность идеально в такую погоду надо было купаться правда когда солнца нету то море холоднее когда солнце есть она вообще очень теплые утки тоже бывают красивые я снимаю издалека чтобы их не спугнуть потому что если что они сразу воздух и все вот ну я не знаю как кому мне они нравятся это я издалека снимаю это двадцатикратное увеличение как это в детской песне поется иди 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 и хочется к тому же скорее пройтись по лужам какой-то детский кайф но скользко ничего упадем главное смартфон не уронить вода сегодня чисто прозрачная и теплая пошли ребята на прогулку во главе с маманей сам ресторане это что за еда и на солянка солянка с рыбная с раками начал кушать а потом вспомнил что надо же сначала сфотографировать вот но общем симпатично жарили нашу форельку а мужу после такого супа что мы съели мы уже 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 и кушать не хочется но это форелька будем кушать все 17 июля мы уезжаем из грагасиемса переезжаем в каугри вот наш домик в котором мы замечательно провели 10 дней хозяйка нас отвезет в каугри бай-бай заселились квартиру четвертый этаж прямо на краю леса вон там дорожка идет лепота вот берется прямо в окно ну что еще может быть лучше поселились мы в таком доме точнее в этом рядом с домом в общем здесь все в лесу рядом с домом дорожка в лес вот мы по ней и пойдем посмотрим на этот лес дорожка пойдем по ней главное в лесу не заблудиться малинник нам ужасе от малины и черники мне уже становится кисло переелся и лепота солнышко там сплошной черничник но я уже собирать ягоды у меня уже нет никакого желания и кушать ягоды продолжаем гулять по лесу с двух сторон опять сплошной черничник и красиво море в каугри это уже очень сильно отличается во-первых он раздевалки различается тем что оборудована вот раздевалки какие-то кафешки в общем более цивильные ну и народу в этом году можно можете считать что никого нету но это намного больше чем было в прошлом году девятнадцатая июля сегодня всем часов утра мужа на терапия сегодня пойдем днем на море а вечером пойдем на концерт в день трис вот такая программа девятнадцатая июля мы приехали в юрмалу ну каугари это тоже юрмал одно окраина а теперь мы находимся в центре идем по пешеходной улице идем в концертный зал каугари идем в концертный зал динтерис где будет сегодня выступать ансамбль танго из буйнос-айреса прошлом году мы динтерис не попали но в этом году билеты в кармане очень красивый ресторан на первом этаже ресторан на втором может быть гостиница может быть какой-то зал ну прибалтика не может без динтерио вот еще один ресторанчик а вон очень красивая церковь вот очень красивая православная церковь сделанная на собранные средства православных продолжаем идти концертному залу весь народ идет туда красиво красивые зеленые домики в зеленой зоне у них вообще огородов нету вот так они вот так у них из частные дома все травка и все в лучшем случае пару я бы я бы деревьев находится рядом с морем но сегодня она пасмурная неласковая вот зебра да динтерис красиво идем в зал ой зал тут открытый очень непривычно слушая там какие-то а это торговля всякая лепота интересно этот зал открытый оси дождь пойдет а если зимой вот там сцена двадцать шестой ряды да пока я опомнился это были самые лучшие места ну что ждем начало балета это танго ансамбль из буэнос-айреса а и и и очень красивый сад и в антракте народ гуляет по саду всякие нет это не смородина вообще-то похоже народ гуляет всякие мороженое пиво и так далее заключается в том что я еще никогда в жизни не видел не так таких условий для антракта когда люди просто гуляют в лесу народ дали 50 30 минут тракта народ балдеет на берегу вот там прямо море а здесь парк снова вышли на центральную туристскую улицу и прогуляемся по ней юрмула очень красивый город нам здесь очень нравится посмотрели спектакль гуляем по главной улице очень нравится круг где мы ходим на море и цветочки на этом круге вон там мы наша квартира а он туда он там балтийское море сейчас мы идем с море здесь не так много в юрмале красивых новых зданий потому что в юрмале вообще запрещено строительство жилых помещений только реставрация но вот эта новая церковь здесь была старая церковь и и снесли поставили вот это сравнительно недавно всяком случае она красивая и на 21 июля сегодня немножко волны народу ну для этого пляжа это много народу особенно вон там вдали это связано с тем что это связано с тем что сегодня воскресенье я столько народа в каугари в воде еще не видел и на берегу и вообще малолюдно как-то но ну да я знаю вода очень мелкая он дядя зашел далеко-далеко а ты ему по колено чтобы зайти по пояс надо пройти еще столько же вот народ балдеет завтра будет одна десятая часть от такого количества но менять это в воду пока не тянет хотя вода очень теплая сегодня 22 июля это наш последний поход в лес с утра уже тепло парит на дороге огромное количество очень очень маленьких лисичек конечно их пока еще никто не собирает но очень много ну в общем то вот на этом наши походы по лесу заканчиваются еще один взгляд уже с противоположной стороны на этот лес лес очень красиво вот это лес черничные малины лисичка вы а вот это тот дом в котором квартиру в котором мы снимаем так что мы на самой самой опушке и как я уже говорил квартира оборудована ну просто супер отца 3 июля приехали на рынок рыжский рынок вот его павильоны и не только там еще есть открытая часть это один из самых крупных рынков которые видел своей жизни который может по размеру только соперничать с букерией в барселоне рынок конечно симпатичный вот его цены можно увидеть в этом году очень много лисичек очень много они достаточно дешевые вот еще любимые сливы венгерки самые любимые вот это окей окей вот такая витрина вызывает желание все это съесть здесь 4 павильона вон там первый с одеждой с банными шапочками это всякие сладости вот а там еще павильоны с рыбой с мясом это мы еще туда пойдем пока мы творог купили халву да здесь конечно накупили хорошие рыбы подожденечка в том числе этих змей как эти змеи называются и на как эти змеи называются угри угри ну как-то в этом году рыбный рынок рижский рынок оказался какой-то бедненький много пунктов не работают она купили вот и все вот наш самолет аэрбалтик на котором мы летим домой двадцать четвертого июля 24 года